Всем привет! Сегодня в рубрике классическое наследие мы рассмотрим партию Капабланка-Менщик, сыграна в 1935 году. Ну и еще одну также партию Веры Федоровны, то есть именно самая настоящая классика. И заодно, рассмотрев эти партии, сразу же станет ясно, почему система Земиша набирала популярность и почему со страны индийской защитой, с разыгрыванием страны индийской защиты у черных, именно в свете возможного применения системы Земиша возникали проблемы. Итак, после хода Ф3, вот она система Земиша, здесь главное продолжение это короткая рокировка, хотя конечно можно и Е5 и С5 сразу пойти, но главное короткая рокировка. Слон Е3, тоже основной ход, хотя сейчас современные гроссмейстеры, в частности Янг или Жанг Шиштов Дуда, предпочитают играть конь Е2, сохраняя возможность выхода слона как на Е3, так и на Ж5. С другой стороны, ход конь же Е2 обедняет возможности белых, лишая, скажем, идеи поставить коня на Ф2, как это сделал, в частности... Ну в общем, этот маневр известен тоже еще с 30-х годов прошлого века. Савелий Тартаковер, не помню с кем, неудачно сыграл конь БД7 в ответ на слон Е3, и после конь Х3 и конь Ф2, чуть ли не сароном Исаевичем Немцовичем, и после конь Х3 и конь Ф2, попал под опаснейшую атаку на королевском фланге, при том, что на Ферзевом ничего создать не смог. Ну основной ход Е5, да, конь Е2, хотя достаточно часто играют Д5, но обычно это все ведет к перестановке ходов. Здесь, скажем, на Д5 надо играть немедленно на С6, а в ответ на конь Е2 ход... Вот как раз здесь сэр Томас сыграл Б7-Б6, борясь против проведения С4-С5, видимо, и очень быстро попал под симпатичную атаку. Мы видим, что черные занялись сдерживанием на Ферзевом фланге, и многие молодые староиндийцы допускают ту же самую ошибку сэра Джорджа Томаса. Выставляют коня на С5, укрепляя его ходами А5 и Б6, не позволяя белым сыграть А3-Б4, но забывая про королевский фланг. И Вера Федоровна провела мощнейшую атаку по вот этим двум вертикалям Аш и Ж. Взятие ЖФ не годится, так как после ЖФ, шаг, король Аш8, ферзь Аш6, защита от мата с двух полей просто не существует. А после конь бьет Ф5, ЖФ, А3, жесткое решение Ф6, ферзь Аш6 угрожает мат на Ж7. И после АБ, король Б1, ладья Ж8, угрожает ферзь бьет Аш7 мат. И партия заканчивается эффектной комбинацией ферзь бьет Аш7 и СР Джорджа. Алан Томас сдался ввиду король бьет Аш7, ладья Аш1, слон Аш3, ладья Бьет Аш3, мат. Попав тем самым в клуб Веры Федоровны Менщик, в который попадали все маэстро, проигравшие Вере Федоровне. Сама чемпионка мира сыграла здесь А6. Ход вполне нормальный, примерно так разыгрывал Грещук против Дуды. Уже в наши дни. Правда он начинал с хода А6 в ответ на Ке2, ферзь Д2. Но слон Д7, конечно, современный шахматист никогда не сделает. То есть здесь задача черных, конечно же, состоит в получении контр-игры путем Б7, Б5. Как мы видели в предыдущем ролике в партии Карпов-Каспаров, Ленарис, 93-й год. Примерно, в общем, так должны играть черные. То есть надо начинать с хода конь БД7, скорее всего. Или нет, а еще нет. На конь БД7 последует Д5, и черные не смогут провести С7-С6. То есть здесь надо начинать, видимо, жестко с хода С6. А еще лучше вот здесь начинать с хода С6. Именно так Каспаров против Карпова и играл. Если мне не изменяет опять же память. Ход слон Д7 неудачный. Белые заперли опять же ферзевый фланг и начали наступление на королевском. Ну, брать на х6 понятно, что нельзя. По причине ферзь х4 шаг и пешка теряется. Ну и здесь у белых две интересные возможности, на мой взгляд. Очень заманчивым выглядит х5. Это современная трактовка, уже более современная. Угрожая ТАЖ, слон бьет А6. И в случае с G5 у белых просто развязываются руки для игры на ферзевом фланге. То есть позиция становится стратегически не с большим перевесом, а именно выигранной. То есть черным надо следить за пунктом Ф5. У них нет никакой активной игры. Белые просто ставят слона на Е2, короля на Ф2 и проводят Б4-Ц5. Капабланка сыграл менее энергично. И после С5 у белых, конечно, огромный перевес. Но для реализации требуется, ну, в общем, еще незаурядная техника. Есть подозрение, что ХС Раулька-Бабланка считал, что позиция уже выиграна как угодно. Потому что у черных совершенно отсутствует контрыгра. То есть отсюда вот этих маневр и ферзем. Король на Е2 чувствует себя в полнейшей безопасности, несмотря на то, что находится в центре. Ну и белые готовят вскрытие игры на королевском фланге. И для надежности. То есть вот на деле, конечно, черным, по крайней мере, комментатор фирмы, которая выпускает ЧСБС, рекомендовал ЦБ, АБ, А5. Но здесь после ладья А1 белые, ввиду угрозы коня 7, конь С6, просто выигрывают пешку на А5. То есть спасти пешку было невозможно. И, в общем-то, потихонечку белые должны эту пешку лишнюю реализовать. Все-таки черные прижаты к бортику. А на ладья АБ8 Капабланка выбрал очень интересный способ реализации. Он неожиданно замуровал ферзевый фланг. С этим приемом я потом столкнулся на собственной шкуре. В сходной позиции, ну, фигуры черных стояли чуточку лучше, чем их поставила Вера Федоровна, в сходной позиции против меня Вениамин Штыренков, в Воронеже, не помню какой год, к сожалению, но партия есть в базе, осуществил ту же самую идею. Б5, и после А5 король на ферзевом фланге в полной безопасности, а на королевском белые прорываются. То есть конь переходит на А4, брать его нельзя, потому что пешки Ф и Ж сметут все на своем пути. А после того, как конь попал на А4, белым достаточно подготовить вскрытие путем Ф4, что они сделали, и черные сдались, после слон бьет Д6, ввиду того, что на взятие на Д6 последует ладья Ф7 шаг, и белые выигрывают ферзя, ну и к ферзю еще охапку материала. То есть вот такой опыт одного из первых применений, то есть система Земеша, она у нас возникла в середине 20-х годов прошлого века, то есть нету даже сотни лет. Впрочем, дебют Строиндийская защита тоже относительно молод. Вот, и сразу же стала эта система Земеша опаснейшим оружием. То есть... Современники Земеша, очень сильные маэстро, Сэр Томас, Вера Менщик, Савелий Тартаковер раз за разом просто не выходили из дебюта. В общем, спасибо за внимание. С вами был международный игрсмейст Роман Ивечкин. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok